Свыше 60 миллиардов рублей направило правительство на поддержку системы здравоохранения для лечения пациентов с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом. Кроме того, 4 миллиарда рублей выделили на закупку специальных лекарств для тех, кто находится в стационарах. Средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим COVID-19 и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации. Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 крайне серьезной во всех регионах страны. Председатель правительства поручил главам субъектов внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинацию проводили и в нерабочие дни. Он напомнил, что губернаторы могут продлить период нерабочих дней, если рост заболеваемости продолжится. Сейчас в стране болеют коронавирусом 1 миллион 335 тысяч человек. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что эта цифра больше, чем на пике прошлого сезона. Особенностью этого периода является быстрое развитие тяжелого течения заболевания и требующего госпитализации у ранее непривитых граждан. Потому что особенность возбудителя, который сейчас циркулирует, именно высокая контагиозность и быстрое нарастание клиники. По словам Михаила Мурашко, сейчас в стране развернуто 292 тысячи коек для больных коронавирусом. Госпитализировано 268 с половиной тысяч человек. 11% из них в тяжелом состоянии. Анализируя статистику и течение заболевания, мы видим, что те пациенты, которые своевременно начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокий риск осложнения течения заболевания, в том числе тяжелого течения. Максимально тяжело, конечно же, протекают у невакцинированных пациентов, особенно имеющих артериальную гипертонию, ожирение, сахарный диабет. Поэтому эта категория пациентов, она просто первая должна, конечно же, пройти вакцинацию. Среди заболевших COVID-19 растет число беременных женщин. Министр здравоохранения напомнил, что будущим мамам также необходимо прививаться. Медики рекомендуют сделать это после 22-й недели беременности, доложил Михаил Мурашко и о заболеваемости коронавирусом среди детей. Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что 50% течет заболевания с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала. Министр здравоохранения отметил, благодаря тому, что в ряде субъектов действуют коронавирусные ограничения, темпы роста заболеваемости за последнюю неделю несколько снизились – с 16 до 10%. Для увеличения объемов тестирования граждан в регионы направили более 5 миллионов тестов. На 9 миллионов исследований сформировали запас.